Ну, если честно, это, наверное, из ряда как медицина. То есть есть санитарка, есть медсестра, есть младший медперсонал, а есть нейрохирурги, которые 10, 20, 15 лет учились, потом возле какого-то профессора рядом стояли, пинцетики подавали, потом ему доверили уже делать операцию, там, либо на голове, либо на сердце, там, на позвоночнике, еще где-то. Хорошо, школьный психолог, человек, который получил баклавру или специалиста в пединституте, и работает либо школьным психологом в школе, либо неважно, каким психологом, где, но это всего лишь психолог, это статист, который может описать там, ну, по книжке, по табличкам, что-то, стоп. Это, если сравнивать с мед, это, ну, санитарка, может, медсестра, может быть, фельдшер. Но ты же не доверишь фельдшеру оперировать тебе сердце или позвоночник, или что-то в голове копаться. Нет. Хорошо, там, ребята эти, они, да, есть какие-то контакты, трали-вали, все, но они получают гранды и идут заниматься реабилитацией военных. Мы не реабилитируем военных. Реабилитация – это когда, там, человек с тюрьмы вернулся или еще что-то, стоп, это, ну, совершенно другое. То есть у нас вот эти вот школьные психологи, которые в гармонских организациях получили гранды, они приходят к военному или военный вдруг там решился и пришел, и говорят, мы тебя вылечим. И, ребята, военные, они не больные, они просто другие, просто под другим углом смотрят на жизнь. И это надо понимать. И я больше чем уверен, что большинство вот этих ребят, которые получили буржуинские гранды, бегают с флажками о том, что мы сейчас всех спасем, поможем, и честно отработаем свои деньги, это бред. Они не понимают, что надо с ними делать, с военными. Вот. Кстати, одна из причин, почему я пошел на восток, ну, как раз лето 14-го, было очень жарко, и Малой после серьезных контактов, после первых потерь с фражеской стороны, ну, когда хорошо работали, он звонил и, ну, как бы со мной общался, как с руководителем молодежи, с духовным наставником. И я себя поймал на мысли, что, во-первых, я много чего не понимаю, то есть, как бы, ну, книжка пишет, это понятно, а вот как это, ну, сказать, чтобы это он понял, это сложно. А с другой стороны, я остановил себя на мысли, я не имею морального права это говорить. То есть, меня там не было, да. И для того, чтобы иметь вот это моральное право с точки зрения духовных понятий, говорить человеку о жизни, смерти, о долге, о войне, мне там надо побыть. И затянуло. Вот, потому что часто, да не очень часто, а практически всегда именно белые воротнички приходят и начинают рассказывать. Ну, это некорректно, это очень некорректно. То есть, так не должно быть. И тоже касаемо именно волонтерских вот этих громадских объединений, которые работают с реабилитацией военных, очень критическое, очень скептическое у меня к ним отношение. Потому что, ну, не надо военных лечить. Им нужно не мешать. Наверное, так даже было бы правильно сказать. И, скажем, это должны делать люди, которые имеют на это право. Потому что, ну, я не доверю санитарке копаться у меня там в мозгах, скажем так. Потому что это очень долгий путь. У нас есть в Чернигове специалисты, но, скажем, в силу того, что они специалисты, они не умеют там кричать, бегать, мы типа крутые, дайте денег, мы всех спасем. Они просто вот нашли свою нишу и действительно работают, действительно помогают.